Рэй Брэдбери, Человек в картинках Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать. И тут-то на вершину холма поднялся человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченную на светлом небе. Тогда я еще не знал, что он в картинках. Разглядел только, что он высокий, прежде чем видно было, что он поджарый и мускулистый, я теперь почему-то располнил. Помню, руки у него были длинные, кулачищи, как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское. Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев на меня. Не скажете, где бы мне найти работу? Право не знаю, сказал я. Вот уже сорок лет не могу найти постоянной работы, пожаловался он. В такую жару на нем была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава и те застегнуты, манжеты туго сжимают толстые запястья. Под градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул. Что ж, сказал он, помолчав, можно и тут переночевать, чем плохое место. Что? Составлю вам компанию, вы не против? Милости просим, могу поделиться кое-какой едой, сказал я. Он тяжело с кряхтеньем опустился наземь. Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться, сказал он. Все жалеют, потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября, день труда, самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается. Тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду. Он стащил с ноги огромный башмак и прищурясь начал его разглядывать. На работе, если повезет, продержусь дней десять, а потом уж непременно так получается катись на все четыре стороны. Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше не соваться. Что ж так? Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мишкотный неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу, сунул руку за пазуху и осторожно ощупал себя. Чудно, сказал он, все еще не открывая глаз. На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь, вдруг один прекрасный день погляжу, а они пропали. В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весишь, жаришься, думаешь, может их потом смоет или кожа облупится и все сойдет. А вечером, глядишь, они тут как тут. Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. Тут они. Не сразу мне удалось перевести дух. Да, сказал я, они тут. Картинки. И еще я почему-то застегиваю ворот, ну, из-за ребятни, сказал он, открывая глаза. Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован. А ведь всем неприятно. Он снял рубашку и свернул ее в комок. Он был весь в картинках. От синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, и до самого пояса. И дальше то же самое, сказал он, угадав мою мысль. Я весь как есть в картинках. Вот, поглядите. Он разжал кулак. На ладони у него лежала роза. Только что срезанная, с хрустальными каплями росы межнежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся ее. Но это была только картинка. Да что ладонь! Я сидел и пялил на него глаза. На нем живого места не было. Всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки, целые толпы. Да все так хитро, сплетено и перепутано, так ярко и живо. До самых малых мелочей, что казалось, даже слышны тихие приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Чуть он шевельнется, вздохнет. И вздрагивают крохотные рты. Подмигивают крохотные зеленые с золотыми искорками глаза. И замахивают крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы. Тут же протянулся млечный путь, звезды, солнца, планеты. А человечки теснились кучками в 20 разных местах, если не больше. На руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так изверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем. Каждый был сам по себе, точно, портрет в картинной галерее. Да какие красивые картинки, ворвалось у меня. Как мне их описать? Если бы Эль Грека в расцвете сил и таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих желто-зеленых тонах, со странноудлиненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомца. Краски пылали в трех измерениях. Они были точно окна, распахнутые в живой, зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей реальностью. Здесь, собранная на одной и той же сцене, сверкала все великолепие вселенной. Этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяник с татуировщик, все малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения, трепетная, совершенная красота. Еще бы, сказал человек в картинках. Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом. Солнце садилось. На востоке уже взошла луна. Понимаете ли, сказал человек в картинках, они предсказывают будущее. Я молчал. Днем при свете еще ничего, продолжал он. Я могу показываться в балагане, а вот ночью все картинки двигаются. Они меняются. Должно быть, я невольно улыбнулся. И давно вы так вот разрисованы? В 1900-м, когда мне было 20 лет, я работал в бродящем цирке и сломал ногу. Ну и вышел из строя. И надо же было что-то делать. Вот я и решил, пускай меня татуируют. Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер? Она вернулась в будущее, был ответ. Я не шучу. Это была старуха. Она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Эдакая колдунья. То дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь, лет 20, не больше. Но она мне сказала, что умеет путешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха. Как же вы с ней познакомились? И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску «Роспись на коже». Не татуировка, а роспись. Настоящее искусство. И всю ночь напролет он сидел и чувствовал, какие волшебные иглы колют и жалят его. Точно осы и осторожные пчелы. А на утро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в 20 красок. «Вот уже полвека! Я каждое лето ее ущу!» сказал он и потряс кулаком. «А как это ищу?» «Убью!» Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели. В сумраке точно раскаленные уголь, и точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов. И какие были краски Ро, и краски Пикассо, и удлиненные плоские тела Эль Грека. «Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка — повесть. Посмотрите несколько минут, и она вам кое-что расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук двадцать разных историй. Они прямо на мне разыгрываются. Вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно, все тут. Только и ждет, чтобы вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место... Он повернулся спиной. Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то. Вижу. Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается, и на нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение, и видна вся ее жизнь. Как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение, как он свалится с обрыва, или поездом ее переедет. И опять меня гонят фришей. Так он говорил и все поглаживал ладонями своей картинки, будто поправлял рамки или пыль стирал. Точь в точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лег, откинувшись на спину, очень большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, не ветерка. Мы оба лежали без рубашек. И вы так и не отыскали ту старуху? Нет. И по-вашему, она явилась из будущего? А иначе, откуда бы ей знать все эти истории, что она нам не разрисовала? Он устало закрыл глаза. Заговорил тише. Бывает, по ночам я их чувствую. Картинки. Вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почти не сплю. И вы тоже лучше не глядите, вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня. Я лежал в шагах в трех от него. Он был как будто не буйный, и уже очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовнины. Но эти картинки. Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если бы его так изукрасили. Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль, во вражках, не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтобы видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот. Шевелятся, а? Я понаблюдал с минуту, потом сказал, да. Картинки шевелились. Каждая в свой черед, каждая всего минуту другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли, и словно далекий прибой тихо роптали. Не сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал, как зачарованный, не двигался, пока звезды свершали свой путь по небосводу. Человек в картинках шевельнулся. Потом заворочился во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка. На спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не полуутренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидал черную пустыню, глубокую, бездонную пропасть. Там мерцали звезды, и среди звезд что-то шевелилось, что-то падало в черную бездну. Я смотрел, а оно все падало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok